Меня зовут Ирина Павильева, я работаю в Запорожском региональном центре Инвоспорт на должности тренера по плаванию и также на должности начальника учебно-спортивного отдела. Работаю уже на протяжении 17 лет. Когда мне было 6 лет, меня привела мама в бассейн, в этот бассейн, где мы сейчас находимся. Ну, мои ощущения были, наверное, ну как, вода мокрая и холодная, но тренер, он вот давал нам все, наверное, свою любовь, свое тепло, свою заботу. И вот это в памяти со мной до сих пор, и когда я, ну, уже стала работать тренером, мне хотелось тоже, наверное, потому что вот он был добрым и заботливым, и мне хотелось быть именно таким же вот тренером, как и он. Я с детства хотела быть учителем. Это была моя мечта. То есть я, ну, я не думала на тот момент, что это будет именно спор, да, это будет тренерство, но мне всегда хотелось учить, мне хотелось быть учителем. То есть я с детства там учила всех своих кукол. И так как я занималась плаванием, то есть выбор стал, что в университет я буду поступать именно на олимпийский профспорт. Ну, и в дальнейшем уже закончила реабилитацию. Мне было на тот момент 22 года. С людьми, с инвалидностью я никогда не сталкивалась. Я пришла и думаю, ну, я поработаю здесь пару лет и уйду. Вот так 17 лет работаю. Надя, пять секунд. Не готова. И оп. Наша, желтый, пожалуйста. У нас три спортсмена сейчас готовятся на чемпионат Украины. Вот парень плывет, он у нас плавает с четырех с половиной лет. Сейчас ему 14. То есть это с детским церебральным параличом. Потом Надя, тоже она выполнила в этом году кандидата в мастера спорта в Украине. Тоже у нее детский церебральный паралич. И девочка, вот Камила, она вообще была здоровая. Занималась гимнастикой очень много лет. И потом у нее выявилось заболевание костей. И так она, ну, очень долгое время она лежала, то есть не вставая. Вот сейчас пошел процесс реабилитации. Она у нас начала заниматься плаванием. Вот два года она уже плавает. Они на самом деле намного сильнее, чем каждый из нас. Я стала с этим сталкиваться. Стала, ну, многими из них даже восхищаться на то, как они преодолевают именно свои препятствия. Насколько они могут быть сильнее во многом. Ты начинаешь видеть какой-то маленький результат. Ты понимаешь, что ты к этому приложил какие-то усилия. И ты начинаешь, вот как тебе хочется сделать больше. Вот эти их счастливые глаза от каких-то успехов, от того, что он начал держаться на воде. Или от того, что там эмоции, от того, что он просто набрал воздух и просто смог нырнуть. То есть, если до этого я пробовала работать с детьми, со здоровыми, да, то вот этих эмоций я от них не получала. То есть, эмоции от, ну, для нас кажущихся простых вещей. Никита, восемь по сто, Кроль. Выплываем постоянно по моей команде. 20 секунд отдых. Плывешь все максимально быстро. Мы постоянно с Никитой проговариваем, да, Никита, что наша цель – это Паралимпийские игры. 10 лет я занимаюсь плаванием, начиналось с 4 года. И с каждым годом мы ставим себе задачу, и мы не хотим сойти с пути. Мы хотим понять, что это сборная, это все-таки чемпионат мира, чемпионат Европы и Паралимпиада. То есть, обратного пути нет. Без плавания никто, если честно. Лучше плавание – это все мое. Все нормально, все хорошо. Дыши спокойно. Ты должна быть в то же время добрая и в то же время жесткой. Потому что, если ты сейчас не сломаешь эту ситуацию со шнурками, то на всех соревнованиях тебе придется завязывать эти шнурки этому ребенку самой. И тут начинается процесс обучения. От одевания трусов самостоятельного до хождения в туалет. Ты не должен быть брезгливым. Ты должен это все делать спокойно. То есть, ко всему нужно относиться спокойно. Очень часто не каждый выдерживает вот эту именно эмоциональную нагрузку. Мало которые новеньких приходят, вот тренеров, кто вообще здесь остается. Потому что сложно. Сложно, потому что тебе не только тренерством приходится заниматься, но и всеми остальными нюансами. Надя, соберись. Дыши воду, дыши. Надя у нас плавает уже на протяжении где-то двух лет. Да, Надюша? Из лета минулого года я занимаюсь в той же самой спортивной группе, где осягнется нашу команду. У воде я не рухаю ногами. То есть, у воде я полностью чувствую себя расслабленной. Я работаю на все стояки. Свои тела вытягиваю на руках. Конечно, это два разных света. И зато все разные чувства, которые очень сложно сравнивать. Сейчас мы с места спорта хочу сделать. Потом, по трешке, мы можем сделать, чтобы по трешке сборчатить свой результат. А уже потом, может, если выйдет паралимпийские игры, то все поступово. Не можно сказать, что вот я выйду на паралимпийские игры, буду чемпионом света, чемпионом галактики. Все по трешке поступово, цель за целью. Кожна маленькая цель перестает в великую. Самая важная цель – это паралимпиада. Это довести спортсмена до медали. Не каждому дано. И это очень сложный путь. Отлично. Надя, 200 метров на свине, свободно, спокойно. 200 метров, 8 бассейнов. Во-первых, это ребенок должен, который готов пройти через боль. Боль почему? Потому что они работают. Они работают, и иногда они не могут… Вот от усталости они не могут выйти из бассейна. У нас Надя часто выходит, и она просто сидит. Или они, ну, то есть вот, они приходят в себя. Потому что они стали понимать, что, став паралимпийским чемпионом, они смогут обеспечить себе будущее. Они смогут заработать денег. На старт! Оп! Естественно, они строят какие-то мечты и планы. Им хочется реализоваться. Они видят, что они могут самореализоваться в спорте. То есть они могут в спорте стать значимым. Когда спортсмен, например, выступает на соревнованиях, то, мне кажется, я с этим спортсменом проплываю всю дистанцию. От А до Я. То есть вот от того момента, как он прыгнул, и заканчивая там их финишем, да. И то есть всегда идет переживание, то есть переживание за спортсмена. Так сложилась жизнь, что у нас три тренера, да, я еще моя напарница Наташа и вот Илья. Перший встретился с Ириной я еще шесть лет назад, когда впервые пришел на практику до инваспорта, где куратором была у нас практика Ирина. Так мы познакомились. Потом, после заканчивания практики, мне стало интересно, что может быть дальше. Мы работаем в команде с Ириною и Натальей. Мы очень помогаем один одному. Нужно оказывать помощь не только в раздевалке, если это маленькие дети, но то есть на прохождении всего пути от хола и заканчивая бассейном и в бассейне. И вот он как-то задержался, работал с нами сначала в качестве волонтера, и вот сейчас уже он год работает официально уже тренером в инваспорте, то есть также с нами наравне, то есть он воспитывает всех спортсменов. Как проходит тренировочный процесс? Сначала идет разминка, то есть подготовка к основному заданию. То есть вот сейчас у них проходит разминка. После разминки каждый из них, соответственно, с их классом, с их заболеванием, то есть плывет уже основное задание. Основное задание, то есть это какое-то тестовое задание на время. На каждой тренировке все то, что они плывут на время, то есть это обязательно фиксируется. Также я очень часто люблю фиксировать там какие-то нюансы. Я, например, увидела, ага, у него был там неправильный поворот или как-то сделанный неправильный старт. Я это себе записываю. Там поворот сбраса на кроль, там или там на старте сделал, или там я смотрю, ну это же дети в любом случае, они где-то могут мухлевать, не сделать поворот, неправильно коснуться. То есть это я себе записываю. Там, ага, он мне сделал столько-то поворотов. Потому что, ну, дети им кажется, что, ну и нам так казалось, когда мы были маленькие, что тренер ничего не видит. А на самом деле, то есть тренеру видно все, и как подтягивается за дорожку, и как спортсмен где что не доплывает, то есть мы ориентируемся по времени, ну и они как бы честно, честными глазами всегда говорят там, я проплыл, а я-то понимаю по времени там, что он не доплыл 50, если 100 метров. И вот сейчас уже, когда прошло много лет, то есть я понимаю, насколько мы всегда не понимали, как тренер знает, что мы не доплыли, или как тренер там видит, что мы подтянулись за дорожку. Оказывается, это все так просто. На старт! Оп! А что такое? А так раз и сняли! Ну? Продышись, продышись. Вольф старт самое ужасное, что может быть, ты же знаешь. Никогда нельзя сдаваться в жизни, это самое главное. Только ты повернулся назад, только ты сдался, все считай, что у тебя, то есть и в жизни, и в дальнейшем ты будешь точно так же сдаваться. И вот они, когда сложная тренировка, они очень многие, они плачут и продолжают плыть. Вот она, вот она стоит, вот она, и все, я не могу, я не могу, я говорю, плыви. Она говорит, вы опять мне этим отмороженным голосом говорите? Я говорю, да, плыви. И она доплывает до конца. Потом мы выходим, она, то есть она поплакала, все, мы выходим, она, ой, я доплыла. Весь наш спорт сегодня, сейчас держится на родителях. Почему я всегда говорю? Очень важно смотреть в одном направлении. Тренер, спортсмен, родители. Потому что родители их привозят на тренировку. Родители платят за аренду бассейна, потому что в нашей, ну, вы же понимаете, сейчас везде все платится. Родители оплачивают участие в соревнованиях. Мамы очень во многом нам помогают. Они там, этот турнир, все, поехали. А много сидят, они не могут никуда поехать. Потому что это нужно оплатить дорогу, это нужно оплатить отель, это нужно ребенку что-то поесть. Мы вначале на свои какие-то первые соревнования ездили, мы с Наташей везли две сумки. И в этих сумках у нас была консервация, колбаса, там, и мы ехали, потому что мы экономили, но нам нужно было повезти детей на соревнования. Мне хотелось бы, ну, как бы, чтобы все-таки услышали руководство. Никто же не говорит, оплатите аренду, создайте условия для этих детей. Пойдет больше детей, услышат об этом какие-то мамы, которые, быть может, потеряли надежду. Она не может оплатить это занятие. А ребенок талантливый, отдайте его. То есть пусть она приводит этого ребенка. Если у нас Никита, ну, он, когда он к нам пришел, он был очень тяжелым. И казалось, что, ну, то есть сейчас это взрослый красивый парень, по которому фактически ничего не заметно. То есть когда он родился, маме вообще говорили, что вы можете с этим, ну, как бы, оставить здесь его, и все. Так же говорили Надиной маме. Все жизни для чего-то дано. Наверное, мне это нужно было, ну, как бы, чтобы посмотреть на мир по-другому. Мне кажется, у меня это мое. Ну, вот я не хочу менять, не хочу. И да, вот они такие сложные, но они меня каждый раз чему-то учат. То есть каждый из них чему-то меня учит. Но я уже не могу даже сказать, что это мои спортсмены. Мне кажется, что это они все мои дети, потому что мы с ними столько проходили. То есть на сборах мы попадали в больницы. Мы всей командой травились на сборах в Турции и лечили друг друга. То есть мы проживали какие-то истории там у них влюбленности, любви. То есть ты когда это все переживаешь, и ты с ними это все проходишь, то есть когда ты понимаешь, что они тебя ценят, они тебя любят. И когда тоже этот спортсмен у нас с Мелитополя, и вот он растет, ему сейчас тоже 14 лет, только он сейчас выше меня и больше в два раза. И когда он мне на соревнованиях последних сказал, Ирина Петровна, я же обещала вас носить на руках, вот скоро начну. Ирина Петровна, я уже переживаю. Да, до свидания, девочки. До свидания. Молодцы, девчонки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова